Девушки отдыхают Хорошо, устроим тогда небольшую проверку. Сколько существует членов Совета О-5? Двенадцать, мэм. Тринадцать, Граут. Вот и вскрылась проблема. Воет ли Черная Луна? Только когда убывает. Устаревший ответ. Видимо, часть данных из твоей памяти была утрачена. Последний вопрос. Чем является SCP-001? SCP-001 это гуманоидное существо, ростом приблизительно 700 локтей, 315 метров, находящийся на скрытом участке возле пересечения рек Тигр и Ефрат. О нем известно... Достаточно. Помимо Стражеврат, у тебя имеются данные о других вариантах SCP-001. О других... вариантах? Понятно. Граут, я предоставляю тебе временный допуск пятого уровня. Запрос SCP-001. Принято. Оу. Опиши, что тебе известно о SCP-001. Согласно общему уведомлению 001-Альфа, во избежание утечки информации о SCP-001, наряду с истинным файлом или истинными файлами, об объекте было создано несколько или ни одного ложных файлов. Все данные относительно природы SCP-001, включая ложные, защищены деструктивным мемагентом Берримана Ленгфорда, который моментально вызывает остановку сердца у всех посторонних лиц, пытающихся получить доступ к файлу. Раскрытие истинной природы объекта объектов широкой общественности карается смертью. Верно. Теперь выбери три разных SCP-001 и кратко расскажи о них. SCP-001. Прототип является одним из первых поставленных на содержание объектов, на что указывает устаревшая документация фонда. Аномальный гуманоид имеет шарообразную голову, половина которой занимает рот. Большой молочно-голубой шар, хранящийся в голове или горле, перекатывается в рот, когда он открыт. Данный глаз способен создавать миниатюрные черные дыры, которые существо использует для телепортации или защиты. Данные черные дыры исчезают через несколько секунд после появления, но успевают испустить большую дозу радиации. Объект всеяден и рассматривает людей только как потенциальную пищу. SCP-001. Пачка бумаг, очевидно, являющаяся простой пачкой бумаг. Верхний лист представляет собой обложку с надписью «Конфиденциальный отчет об особых объектах». Секретно. Отчет не подписан. Его происхождение неизвестно. Связь между SCP-001 и всеми другими известными объектами изучалась мало. Однако было установлено, что каждое нахождение нового SCP-объекта следовало за появлением такого же объекта на страницах SCP-001. Нынешнее руководство расценивает эти совпадения как доказательство существования причинной связи. Однако неизвестно, следует ли расценивать SCP-001 как систему заблаговременного предупреждения или же как причину появления объектов. SCP-001. И мир оделся в красоту. Это событие, которое происходит незадолго до полного прекращения жизни на Земле. SCP-001 еще не наступило, однако информация о нем была накоплена из сведений, полученных от фондов из иных вселенных и других похожих групп и организаций. Необходимо отметить, что SCP-001 является не причиной сценария конца света, но реакцией на его скорое наступление. SCP-001, по всем сведениям, обладает рядом ключевых особенностей. Во время SCP-001 на 90% плодородной почвы на планете спонтанно появляются и расцветают цветы. Во всех случаях их характеризуют как красочные или яркие, прекрасные и другими подобными эпитетами. Погода на всей планете становится ясной, температура комфортной для большинства людей, воздух спонтанно очищается от загрязнений. Во время событий SCP-001 все население планеты осознает свою участь и ее неизбежность. Уровень насилия повсеместно и резко снижается. SCP-001 происходит ровно за 24 часа до смерти всего живого на планете. Прекрасно. Благодарю, Граут. Полагаю, всю остальную важную информацию ты сможешь восполнить самостоятельно. Временный допуск пятого уровня аннулирован. Позвольте задать вопрос, Смотритель. Какой из всех существующих SCP-001 является настоящим? Страж-врат? Алый король? Фабрика? Хе-хе. А какие тебе больше нравятся? До скорого, Граут. До свидания, О-5-2. Хм. Ураборос достойно задокументирован с художественной точки зрения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok